Компания «Автодизайн» выполнила очередной проект автодома типа «Охотник», который предназначен для активного отдыха, охоты, рыбалки, путешествий, а также организации автономного проживания вдали от населенных пунктов 5 человек. В качестве базового шасси был выбран грузовой автомобиль «Вольво FMX 4х4». Фургон изготовлен из сварного стального каркаса надрамника и пятислойных сэндвич-панелей толщиной 50 мм с двусторонним пластиковым покрытием и утеплителем из экструдированного пенополистирола. Снаружи фургон окрашен в цвет кабины. По обеим сторонам есть изолированные отсеки с кранами для заправки баков с водой и слива с них. В левом отсеке, помимо этого, расположена розетка для подключения фургона к внешней сети 220 Вольт или к генератору. Бензиновый генератор установлен в подкузовном ящике на выдвижной тележке для облегчения вытаскивания и заправки. Для подключения генератора есть два кабеля общей длиной 100 метров, чтобы можно было отнести работающий генератор подальше от фургона. При этом имеется возможность работы генератора в ящике при открытой дверце. С левой стороны автомобиля расположен ящик с двумя газовыми композитными баллонами по 24,5 литра каждый, смонтированными на выкатную тележку. В правом большом подкузовном ящике находятся насос для заправки баков воды и шланги для его подключения, а также электрические кабели для подключения генератора. Остальные подкузовные ящики пустые и предназначены для размещения различного оборудования и личных вещей экипажа. На задней стенке фургона установлено запасное колесо на опускающемся держателе с приводом от гидравлического насоса подъема кабины. Здесь же расположена лестница на крышу и ящик с шансовым инструментом – топор, кувалда, лопаты и лом. На крышу нанесено антискользящее покрытие и установлены поручни по периметру. По углам фургона смонтированы фары рабочего света для освещения пространства вокруг фургона. Сзади и сбоку над дверью расположены видеокамеры для обзора из кабины автомобиля. Под фургоном в передней части на шасси установлены два дополнительных гелиевых аккумулятора. Установленный в фургоне преобразователь с помощью этих аккумуляторов позволяет получать питание 220 вольт как на стоянке, так и в движении. Вход в фургон осуществляется по выдвижному трапу. Для оперативного доступа внутрь можно воспользоваться небольшой раскладной лестницей в пенале. При входе справа на панели шкафа установлена панель управления, на которой расположены общая схема фургона, тумблеры освещения, управление отопителями и указатели уровня воды в трех баках. Внутри шкафа находится сейф для оружия, воздушный автономный дизельный отопитель и бак для воды на 450 литров. Напротив входной двери расположен шкаф со встроенным двухкамерным холодильником на 275 литров и стиральной машиной. Стиральная машина для удобства подключения и обслуживания установлена на выдвижных направляющих. Наверху находится электрощит с автоматическими выключателями. Над холодильником установлен многофункциональный преобразователь мощностью 3 кВт. Кухонный модуль состоит из нижнего гарнитура с выдвижными ящиками и верхних навесных шкафов. Столешница выполнена из искусственного камня со встроенной двухкомфорочной варочной панелью, объединенной с раковиной. В передней части кухни находятся выдвижные ящики с ложементами для комплекта посуды и столовыми приборами на 6 человек. Внутри гарнитура за выдвижными ящиками спрятался водонагреватель на 40 литров. За кухней начинается отсек отдыха со спальными местами. По центру отсека располагается стол-трансформер и стойка с телевизором и аудиосистемой. Под телевизором – панель выключателей света и розетки. Вдоль стен отсека установлены двухъярусные диван-кровати. Между диванами установлен стол-трансформер, который опускается до уровня нижних диванов и образует вместе с ними большое спальное место. В таком варианте в фургоне может спать до пяти человек. Под нижними диванами располагаются рундуки с баками для воды на 200 литров и 170 литров, а также установлены второй отопитель и насос воды. В задней части фургона разместился санузел. В отсеке имеется компактная раковина, душевая кабина и кассетный туалет. Вся мебель в фургоне выполнена из влагостойкой фанеры. Более подробно про этот и другие автодома и проекты нашей фирмы можно узнать на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok